Вот примерно так и есть, надо куда-то ехать, он просто не заводится, потому что сел аккумулятор. Вложения в УАЗ продолжаются. Зарядка Ермак новая 1600. Решил зарядить аккумулятор, не ехать в сервис. Потому что сервис это очень просто, а где же диалог с УАЗом? Когда зарядил было 13.5, сейчас 13.7. Пока держится. 14.2. Всё нормально. Ну и вот так вот под гул агрегатов ты словно паришь в автопотоке. Почему-то этот гул именно на 50 км в час, ни на одной скорости больше нет этого гула. Вот я разгоняюсь, всё, гул сразу пропадает. Так, и ещё что хочу сказать. Вот это Крузак едет. Вот я на одном уровне с ним. Так, сейчас позвонили, хотят купить УАЗик. Что-то даже продавать не хочется, не первый раз уже такое. Вроде продаю, продаю, но когда звонят и хотят посмотреть, я чувствую, что ещё не накатался на нём, ещё не все видосы подснял. Видно впереди идущие машины. Там раз, два, три, четыре. Вот не в задницу смотришь вот этими Фендая, а видишь выше его. Вот это вот круто в Патриоте. Ну, конечно, это можно видеть также и в любом внедорожнике, типа как Геленваген, L200 или Land Cruiser. Но мы же трезво оцениваем своё материальное состояние. Поэтому Патриот. Вопрос, почему продаю? Начитался всяких книжек от успешных инвесторов, миллионеров, миллионердеров. И типа деньги вкладывать нужно не в пассив, а в актив. Типа акции, облигации, что-то такое. Но Патриот продавать жалко. Всё-таки эмоции и негативных, и позитивных он принёс много. Раскрасил жизнь. Когда купил его за 335 и за два с половиной года вложил 200 тысяч. Расходы все в моём прошлом видео есть. Какие были затраты на УАЗ. Это скорее всего неправильно. Вот если бы я вложил 335 и получил 200, вот это бы любой инвестор оценил. Да, ещё можно сказать, что любой инвестор имеет автомобиль. И не говорит о том, что автомобиль – это затраты. Да, имеет автомобиль. Но мой автомобиль в процентном соотношении забирает большой процент от моего заработка. То есть 200 тысяч за два с половиной года – это для меня много. Здравствуйте, вы, да? Да. Приветствую. Сергей зовут. Евгений? Ну, в общем-то, вот, смотрите. Сразу все недостатки. Говорите сразу. Сразу недостатки. Начнём сверху. Это люк, который тёп. Мне его загерметили. Теперь он не открывается. Дальше. Подсветка вот эта вот не работает. Диодные. Много чего делал. Много делал. Бензонасос менял, редуктор менял. Накладки снимал. Убирал ржавчину, пороги. Короче, сказали, что гнильё. Не понравился, в общем. По-моему, это уже видео о том, как я его начал продавать. В общем, цена 310. А сейчас люди посмотрели. Сейчас сказали, что это ржавая корыта, весь гнилой. Вот. И говорят, что где-то нашли там за 280 дизельные, у которого пороги не гнилые. А посмотрят ещё другие. Если что, будут на связи. Пока вот так вот. Буду держать вас в курсе, как вообще происходит продажа УАЗа. Люди, видимо, ещё как бы не в курсе, как бы первый раз сталкиваются с УАЗом. Но покупая 8-летний УАЗ и удивляться, что есть и ржавчина, это, конечно, немножко странненько. Внедорожник за 300 тысяч не должен быть ржавый. Да, согласен, не должен быть. Это Крузак, Рейндж Ровер и Ауди какая-нибудь, Q7. А российский внедорожник обязательно будет ржавый. Что Нива, что УАЗ. Нужно просто как-то прилагать усилия, руки, время, чтобы избавляться от рыжиков. Видимо, ещё не все посмотрели мой ролик, как ржавеет УАЗ Патриот. Вот он называется, уже набрал там 160 тысяч просмотров. Вот вам ответ на вопрос, который часто в комментариях, зачем его покупать. Дело в том, что у нас в кармане 300 тысяч рублей. Что у меня было при покупке этого УАЗа 335, что у будущего владельца будет тоже в кармане 300. То есть это только Патриот. И какой может быть БУ Японец на эту сумму ничего не купить больше. Поэтому люди ездят, выбирают Патриоты, у которого будет меньше ржавчины. Удачи! 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 Удачи!